Комплексные числа и кватернион. Множество комплексных чисел положено обозначать буквой С. Это первая буква... Комплекс... Комплекс отличного. Кватернионы обозначают буквой H. Кватернионы — это четырехмерная векторная пространство. На поле общественных числа. То есть любой патернион имеет такой вид. А плюс ВИ плюс СЖ плюс ДК. Образующие — это единица и И. И вот патернион. Образующий патернионов четырех. На самом деле очень интересный вопрос. Зачем они вообще нужны? И комплексные числа, и патернионов. И как с ними работать? Оказывается, комплексные числа нужны в первую очередь для того, чтобы описывать перемещение плоскости. А вот патернионы замечательно помогают для того, чтобы описывать перемещение пространства. Заметьте, что вопрос, как записать формулу, какой-то там поворот вокруг какой-то 10 пространства, вопрос вполне практический. Это для разных впечатлений полезно. И вопрос, чтобы в комплексных числах тоже там что-нибудь такое посчитать, это тоже вопрос вполне практический. для того, чтобы вы поняли, что это вещи нужны не только в геометрии, я еще объясню другую вещь. Комплексные числа полезны для того, чтобы разобраться, какие натуральные числа представимы в виде суммы квадратов целых числов. А квадратов ионы позволяют очень легко доказать знаменитую теорему Лагранжи. Для любого натурального числа существуют целые числа X, Y, Z, 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 такие, что N – это сумма их квадратов. Ну, разумеется, в регионах есть еще много других применений, но, понимаете, если я докажу сегодня вот эту теорему, то, согласитесь, у вас уже будет ощущение, что, что называется, нельзя обучить, что конструкция, если конструкция позволяет доказать какой-то хотя бы один факт, который без нее доказать трудно, то, значит, она уже имеет право в существовании. Конечно, просто скажем, что откатурненные мы придумали для того, чтобы хорошо доказать теорему Лагранжи. Хотя, конечно, придуманы они не для этого. Давайте идти спокойно. Если у нас есть плоскость, на которой введена система координатов, и на этой плоскости отмечен какой-то вектор, то есть есть линкл, который образуется с положительным направлением оси абсциссы, и есть длина этого вектора, то координаты этого вектора это R косинус и R синус и вот эту строчку записывают другим способом так R косинус и плюс и R синус давайте посмотрим, почему вот этот отрезок R синус и просто по прежде синусу а этот отрезок это R косинус и тоже самое отлично отлично каким образом векторы складывают по правилам если у вас есть какой-то другой вектор O-B то суммой называют вектор O-C O-A O-A их сумма подчисляется очень O-A так давайте здесь я обозначу скажем R большое а вот этот угол обозначу буквы X координаты просто складываются то есть есть координаты вектора A это R косинус надо прибавить соответствующую координату вектора B это R B и соответственно по оси R sin и R sin b ничего хитрого просто правило килограмма дает нам возможность складывать векторы а вот даже самое интересное как умножать векторы понять что это естественное определение надо себе представлять что комплексное число это поворотная гомотетия почему это естественно представьте себе что у вас есть обычное число 2,6 согласитесь что к нему можно относиться как к растяжению всей прямой в 2,6 раз согласны если у вас есть другое число скажем число 5 то к нему можно относиться как к тому что все размеры увеличиваются в 5 раз ну и 2,6 умножаем на 5 получаем 13 12 соответственно перемножить 2,6 число 5 это значит сначала все размеры увеличат 2,6 раз а потом все размеры увеличат 5 раз 5 казалось бы я ничего такого не сказал а для комплекса чисел это изобрет очень даже хорошо смотрите представляем себе вот это число как операцию которое число 1 пришлось это точка с координатами 1 0 переводит вот сюда то есть поворачивает всю плоскость на угол фи и делаем гомотетию с коэффициентом r так давайте это запишем потому что важно поворот на угол фи гомотетия то есть растяжение всего от этого координата гомотетия с коэффициентом r растяжение в r а вот это комплексное число oa соответственно комплексное число b поворот всего на угол фи и растяжение в r большое разное а что такое в таком случае oa умножить на b очень просто поворачиваем на фи и на пси растягиваем в r маленькое и в r большое поэтому получается такая штука r маленькое r большое косинус фи и соответственно r маленькое r с и и и и и и с аргумент 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 комплексного числа это фи правило очень простое при умножении комплексных чисел модули перемножаем аргументы складываем складываем отлично теперь давайте посмотрим что это за число на единичном расстоянии вверх окошек это то самое число его координаты 0 1 его аргумент 90 градусов его моду 1 а где будет i в квадрате это в квадрате это и это поворот 180 градусов то есть центральная дисциплина господа таким образом мне удалось объяснить вам что такое комплексные числа чисто геометрические на самом деле есть конкурирующий авгиправлический способ объяснения когда мы наоборот ничего не будем говорить о поворотах а скажем что комплексным числом называют вот такое формальное выражение поскольку я боюсь что кто-то из присутствующих может не знать то все-таки давайте я быстренько это забыл значит если у нас есть одно обыкное число и какое-то другое обыкное число то может договориться называть и сумм такое выражение а плюс х плюс б плюс у умножить на а произведение может договориться называть такое выражение а плюс б умножить на х плюс и с этот момент возникает то большой вопрос почему когда я раскрываю стопки я могу пользоваться теми же правилами которые вы в школьной алгебре приняли то есть вы смотрите я молодец знаю что раскрываешь стопки даже где-то на это рисунок 4 слагаем но почему я имею право это есть два алгебраический состоит в том что я пишу и говорю что это так по определению геометрический который я сейчас покажу состоит в том что я объясню почему это так можно давайте сначала обучать и это сколько и и и и и что если взять такие два определения, то все правила школьной алгебры будут вернуты. Что такое правило школьной алгебры? Это законы, что когда два числа складываешь, то от порядка слагаемых в сумме зависит. Или когда три числа умножаешь, можно умножить х на у, а потом на з, а можно х умножить на произведение у и к з. Ну и так далее. Такого рода правила можно проверить, что выполнено, и все замечательно. А вот как геометрически? Объяснить, объяснение, даже приятнее. Потому что в алгебре вам придется делать вычисление и объяснять, что там все сходится. И будет все время казаться, что случайно сошлось. А геометрически нет. Смотрите, что значит можно раскрывать скобки. Это значит, что если у вас есть какое-то комплексное число, и сумма двух комплексных чисел, то это то же самое, что W умножить на z1 и W умножить на z2. Я хочу сейчас показать то, что называется законность и будильности. Так, ребята, смотрите. Берем параллелограмм, составленный из векторов z1 и z2. Здесь сумма. И вспоминаем, что такое умножение. Умножить на W – это значит повернуть на его аргумент и все разбудить в столько раз, какова длина, каков модуль этот самый W. Ну, замечательно, у нас будет параллелограмм. Если мы его повернем и раздуем, то он от этого не перестанет параллелограмм. То есть здесь написано в виде формулы, что вот если мы сложим, то есть здесь нарисуем параллелограмм, где он диагональ. И потом эту диагональ повернем и увеличим нужное количество раз. То получим такой же результат, как если здесь сначала в каждую из этих сторон повернем, раздуем. Значит, параллелограмм переходит в параллелограмм. Это степенно такое.